Это, кстати, да, вот, это встреча с художниками и учеными. Сейчас я пролистаю. Да, вот как раз вот это декан факультета психологии Станислав Гроф идет на свою лекцию. А это как раз выступление Станислава Грофа на факультете психологии Московского государственного университета. Слева мы видим Майкла Мерфи, директора института СЛН. Сейчас еще несколько фотографий. Это выступление в институте философии Станислава Грофа. Это встреча с известными очень людьми, российскими политиками, учеными. Сейчас, одну минуточку еще до встречи с художниками. Эдуард Сагалаев. Это 70-летие Станислава Грофа, которое мы праздновали в Москве, и Финифц, ребенок в капусте, который мы тогда ему подарили. А это как раз вот замечательная фотография, изображающая вручение диплома почетного профессора Московского государственного университета. Декан факультета психологии профессора Гинченко вручает этот диплом. Спасибо, Виктор Федорович. Вот мы немножко вспомнили нашу общую историю. И я рад приветствовать Станислава и Бригитту Гроф, которые с нами. I am very grateful to greet Станислава и Бригитта Гроф, которые с нами на этой конференции. Welcome. Hello, everybody. We welcome to this wonderful conference. Добрый день всем. Приветствую вас на этой конференции. We would like to thank very much Volodya Maikov, his team, his commando, as he says. И мы хотели бы, Арсидуши, поблагодарить Володю Майкова и его команду. I have been in the past in too many international conferences, and I can imagine how much energy, how much time, how much love it took to create this conference, even with computers. Now, before we say anything, I would like to say something very important, two things. И перед тем, как я продолжу, я хочу сказать две очень важные вещи. Two and a half years ago, I had a stroke. I don't have paralysis. I don't have, I believe, no problems with my mind, but it really damaged very much my thinking. My speech. My speaking, not thinking. My speaking is good. И два с половиной года тому назад, говорит Стэн, я перенес инсульт, он не вызвал паралича, он, как я надеюсь, не вызвал проблем с моим умом, с когнитивными способностями, но он очень сильно повлиял, и Стэн оговорился и сказал, на мой ум. Бригиды Попрео, не на ум, на речь. Бригиды Попрео, не на ум. 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 В этой жизни мы были знакомы, мы знали друг друга очень давно, в течение, я полагаю, 35 лет, и скорее всего у нас были опыты встречи. И до этой жизни. Продолжение следует. 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 Мы вступили в брак пять лет тому назад. С тех времен, с того момента мы путешествовали по всему свету. Мы были в Южной Америке, мы два раза были в Китае. А затем, и это особенно важно, мы вместе разработали тренинг «Трансперсональное наследие Грофа», и в этой работе львиная доля принадлежит Бригитте. И я надеюсь, что вы полюбите ее так, как люблю ее я. Спасибо. 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 Болон, вы тоже привыкли много замечаний, вы знаете, из этих фотографий. Их было много, 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 и даже даже 8 раз, в России и в разных местах. Да. Да. Да, да. Так много замечаний, и хорошие друзья, конечно же. Я уже видел Максим, конечно же, и Виктор. Виктор, он уникальный опыт с этим динозором. Да. Да. И Стэн сказал, спасибо большое, Владимир, за вот эти фотографии. Это вызвало, вернуло меня в чудесные воспоминания. Я же, говорит, раз 8 приезжал в Россию, да. И также он упомянул, что вспоминает меня, вашего покорного слугу переводчика Максима, и Виктора. И он вспомнил этот чудесный опыт с динозавром. Я надеюсь, что в следующий раз я смогу говорить на русском. На самом деле, вчера Максим мне написал артикл в английском, про шаванизм. И я спросил ему, пожалуйста, если вы его получаете, Фиши, конечно, у него получаете, потому что в основном был в русском. И я сказал, что я бы хотела им иметь, потому что я бы хотел сейчас сделать какое-то работе, вы знаете, и воскресать мои языки. И Стэн упомянул о том, что вчера... Он надеется, что в следующий раз он будет говорить с нами уже по-русски. И вчера я послал ему свою статью о транспорциональном подходе в шаманизме, к исследованию шаманизма по-английски, которую я перевел на английский. И Стэн попросил меня прислать на русском языке, потому что, говорит Стэн, я надеюсь, возродить свою способность говорить на иностранных языках. И я очень рад, что на этот раз с нами Максим с его настолько совершенным английским языком, что приходится радоваться, что мы его понимаем. И Стэн говорит о том, что это выглядит очень прекрасно. Я помню, кстати, несколько друзей, и коллеги, и я увидел, что у вас есть параллельный дискуссион с ГРАФ Легаси-тренинг. И Стэн говорит о том, что он посмотрел программу, его она очень порадовала, все выглядит очень чудесно. Он рад увидеть множество знакомых имен, и то, что на круглом столе у нас будет дискуссия, посвященная GLT, тренинг «Наследие Грофа», и Володя Майкл подтвердил, да, что это будет круглый стол с командой GLT, с русской командой GLT. Мы думали, что вы также покажете фильм, да, про Стэн, жизнь и работы «The way of the Psychonaut». И как я поняла, говорит Бригитта, вы покажете еще и фильм «Путь психонавта», да, посвященной жизни и работе в сцене. Да. 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 Я думаю, что это огромное привилегие скринуть этот фильм сегодня. И это будет первое скринение в России. для нас высокая честь показать этот фильм сегодня вечером. Это первый показ этого фильма. И я получила интервью с Сюзаном, фильм директором, два дня назад. И она объяснила, как она работала на фильме, как он отработал этот фильм, и как ее идея и как она была сложной в многих способах и креативной способностью представить Стэн живой «Дискаверис». Я два дня назад записал интервью с Сюзаном, режиссером этого фильма, и она поделилась своей работой, какие сложности, какие новые открытия она сделала, когда стала столкнула с этой сверхзадачей представить в одном фильме жизнь Стэна, его открытия, его исследования человеческой души. Я очень счастлив. И также «The Last Sten Book», «Two Volumes of The Way of Psychonaut» будет опубликован очень скоро. Я закончу эдитацию этого фильма. А также скоро двухтомник последний Стэна Грох, «Путь психонавта» будет опубликован в России. Я сейчас заканчиваю редактуру второго тома этой книги. Бригитта и Стэн, can you tell us what is the main focus of growth legacy training? What is the difference of this training from the old one? Я просил Бригитту рассказать о главном фокусе, главном направлении нового тренинга наследия группы и его отличие от старого транспорционального тренинга группы. Я думаю, это очень-очень разнообразно, особенно сейчас. Я не был там за 6 лет в ГТТ. И я полагаю, Горис Тэн, что он очень-очень сильно отличается. Особенно в текущей версии, потому что с ГТТ я не сотрудничаю, там не появлялся, я полагаю уже 6 лет. и тренинг базируется на этой книге, на которой я работал уже более двух лет, «Путь психонавта». И в тренинг я включил по возможности все опыты, которые могут возникать у людей, когда они проживают холотропные путешествия. Вы знаете, both having both having the experiences that people need when they have the experience themselves or when they run sessions with other people. Причем как с обеих сторон, то есть когда люди проживают опыт как дышащие, то есть они собственно в сессии, и так же когда они в роли тех, кто помогают в дышащем сессии. Я думаю, что самое важное, я думаю, что Бригитта может объяснить, это что финансовое часть, и я думаю, что все … Я объясню. Хорошо. Стан говорит, что дальше я, наверное, предоставлю возможность объяснить Бригитту ту разницу, которая существует. Она в том числе будет и в финансовой части. И вот дальше слово берет Бригитту. я хочу добавить про теоретическую часть тренинга, говорит Бригитту, он не требует дополнительного образования в части. При этом мы, конечно же, очень хотим, чтобы в этот тренинг пришли люди, ученые-исследователи из академического мира, поддерживающих профессии, врачи, психологи, с тем, чтобы изменить что-то, создать разницу в этом мире. то есть мы имеем whole different structure in our training than in GTT. Еще один аспект, как и Стэн уже начал о нем говорить, он упомянул его. У нас другая организационная структура, чем это было в GTT. Стэн дал трейдмарк holotropic breathwork to Sparks family, which was a mistake. Very big mistake. И название, как торговую марку, вот то, что мы переводим как холотропное дыхание или практика холотропного дыхания по-английски, это холотропик breathwork как торговую марку, повторюсь, Стэн передал семейству Спарксов что тут они приглянулись и сказали ошибка Стэн сказал большая ошибка. Yeah, as soon as there will be new facilitators, you know, when there will be people experience in other countries, then this would be passed there. there. That was your idea. And they would be, all the, all the countries would, would have their own training transference and experiences and all the tropic beds were. Идея была в том, исходная идея была в том, чтобы по мере того, как люди будут готовы, тренинги холотропного дыхания появились бы в каждой стране, чтобы они распространялись, чтобы в каждой стране был свой формат. Это была изначальная идея. Да. Да. Сейчас это превратилось в высокодоходную семейную корпорацию где человек может получить этот опыт, подтвердить свои знания только если он пройдет тренинги в двух точках земного шара или в Калифорнии или в Испании. So, in our training we created the trademark to protect Stan's legacy but we don't get any profit from this. It's for the world. То есть в этом тренинге, говорит Бригит, мы как бы воссоздаем и сохраняем, да, вот эту, вот с тем, чтобы сохранить наследие мы создаем новую марку со словом growth, но главная задача не в том, чтобы получить сверхприбыль с этого тренинга и с тем, чтобы это распространить. Мы не получаем верный прибыль из него. And we created growth legacy training like umbrella so people know that this is the training how Stan wants his work to be done. И мы создаем GLT как такую зонтичную организацию, то есть просто, чтобы люди всегда знали, что вот так Стэн хочет, чтобы распоряжались его наследием. And I help him to create and protect the training and his legacy because I love him and I love the work. And we are choosing very qualified good teachers around the world in the countries to do their own training with our cooperation. but we don't get money from it. No business. No business. And we очень внимательно отобрали тех людей, которые будут, Brigitte сказала, учителями, то есть теми, кто будут вести эти тренинги в различных частях земного шара с тем, чтобы передача наследия произошла и это не про бизнес. So, we only, people who work in the training get paid. Of course. Разумеется, тем людям, которые работают в тренинговой команде, они получают оплату за свой труд. Но только они получают оплату за свой труд. Also, very exciting. We have now actually two teams in Russia. This is one that we will see on the panel. And then we have have Sasha and and Volodya Yemeryanenko in the south. Yeah, in Rostov. We haven't, we haven't seen them in this official position. But we all meet them together, you know, in the training. Кроме того, очень радостная новость добавляет стенд, в русскоязычном пространстве есть две команды. Вот та, с которой вы увидите на круглом столе, и вторая из Ростова Владимир и Саша Yemeryanenko. мы не увидим их в этом официальном мероприятии, но они будут участвовать в тренинге. И мы очень благодарны Владимир, что вы не только делаете очень хорошо и учёте в прекрасном тренинге, но также что вы очень гениозны, что вы делаете все эти работы. Спасибо большое. Владимир говорит, Бригит, мы так счастливы и благодарны тебе за то, что ты не только, как она сказала, с изяществом организовываешь эту работу и блестяще ведёшь эти мероприятия, эти тренинги, работа уже началась, но и твой гений, который появился в организации перевода и издании Пути Психонафта. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. И также потрясающие фильмы, которые вы делали, вы знаете, спиритальные фильмы, которые мы будем использовать в тренинге. И также мы будем использовать архив, транс-персонал архив, который вы создали. это потрясающе. И также это потрясающе, да, вот тот архив, ту видеолетопись, которую ты создал, говорит Стэн, обращаясь к Володе Майкову, вот те фильмы о духовных практиках, видеоархив, посвящённый сессиям холотропного дыхания. Мы будем использовать это в тренинге и это потрясающе. И спасибо вам огромное за то, что, за ваше внимание, за ваш выбор участвовать в этой конференции, говорит Бригитт. за то, что вы разделяете мою любовь и мою страсть и к этому человеку и к его работе. И я надеюсь, что когда-нибудь мы увидимся лично. Maybe I learned some Russian. I can only say на здоровье. That's all. Надеюсь, к этому времени я что-то узнаю ещё про русский язык пока я только знаю тост на здоровье. Я думаю, что это тоже интересно, что мы сейчас делаем для каждого месяца, уже месяца, это Убиквити университет, это университет из-за на мой первый день, который будет финал, финале, финале, да, финале, да, финале, да, including this sweetheart is going to be doing a program there. And Paul, your brother. And Paul, my brother. It's a growth celebration. Также, Stan упоминал волокопомогание. Программу в университете, которая идет, начиная с... Университет Ubiquiti, Джим Гаррисон, серию программ это делает. Да, серию программ, да, которую делает как раз Сьюзан, да, режиссер фильма, она участвует в них, да, то есть, которую мы будем смотреть. И там вы увидите очень многих людей, да, то есть такой грандиозный финал, вот со словом финал, да, они сражались вдвоем, Бригитта и Стэн. Это будет, конечно, к первому июля, вот эта серия, как бы там, будет финализована, и там будет очень много людей, общая протяженность будет где-то порядка полтора часов, получается, да, и там будет очень много людей, которые появляются в фильме Сьюзан, путь психонавта, который мы увидим уже буквально, ну, когда сегодня вечером, да, Володь? Большое, это конференция, это потрясающее событие, и для меня это великое честь, что оно происходит. Максим, спасибо за твои голоса. Спасибо за твои голоса. И, Максим, спасибо за твои голоса. И, Бригитта, thank you so much for being with us at this conference. And we are so grateful. There is a lot of comments in Zoom and people express deep gratitude and send love and the best wish and they want to send you all the best and express very deep gratitude for all you've done and your support. Thank you. I know we don't have too much time, but there are people from South America that you know. They were asking if there's be any way of having some of these programs here in English. This program? It's recorded, and so we can provide link to records of this conference. And I don't know if they have Russian-speaking people to translate in the most of conferences on English, not Russian, of course. Okay. And I want to ask you, I want to ask you, Vолод, about the work of the moment, but it's important. There are people in South America who would like to participate in this conference, and Vladimir explain that, of course, the main language is Russian, but the link we can send. We have actually more than 300 people signed, paid and signed to the conference. We have separate channel, extra channel, and some people watch the conference from another channel. And so, and also, the recording will be available for people. not film, but the conference. Films will not be available. It's only in the conference. Also, I want to show a couple more pictures. This is Stan and Professor Vasily Nalimov, one of the great founders of transport psychology in Russia. And here, we see Stan Grof in Moscow in 1961. It's the first Stan visit to Moscow. After Moscow, he visited St. Peter, Leningrad, St. Petersburg and reported about psychedelic therapy in Bechterev Institute. This is Stan and His Holiness Dalai Lama and also Alex Gray portrait by Stan and also Stan with Eduard Sagalaev and Natalia Andreechinka, a very famous Russian actress and different pieces from Stan visit. It's also kind of present from psychological department of Moscow State University. Stan is eternal member of this university. Stan and Eduard Sagalaev, the film director of Holotropic Breathwalk and The Mystery of Death. Another film about Stan, his life journey and his discoveries in Holotropic Breathwalk we will see at night. So, Stan, Brigitta, thank you again very much for you being with us, for your great love journey, for your great discoveries you've shared with the world. So, we are so, so grateful and we will celebrate distantly your 90th anniversary at July 1st. Yes. And we'll send you our love, our support and our best, best wish for your prosperity, your long life and new discoveries and new journeys. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.